Привет, красотка! И я рада приветствовать тебя на своей кухне. Почти год назад мы с тобой находились примерно на этой же локации, только в зоне холодильника. Я снимала видео, что у меня в холодильнике. Сегодня я снимаю для вас безумно долгожданное видео. Так как мы находимся на кухне, ну и, конечно же, вы прочитали уже по названию, по обложке все понятно, я хочу показать вам 7 моих вариантов завтраков на каждый день. Кстати, в халате я потому что хотела создать максимально домашнюю обстановочку. Типа я такая жарю там блинчики и делать это в свитере, например, не очень-то уместно, потому что это неправда. Я дома хожу так, но халатик-то такой коварненький, знаете, его нужно поправлять каждую секунду. В общем, в этом видео я сделала акцент именно на простых, полезных и быстрых завтраках. Мне кажется, это идеальная комба. И эти завтраки подают абсолютно всем. И более того, у меня к вам предложение. Можно использовать все эти 7 завтраков как 7 классных идей на всю неделю. То есть, например, начиная с завтрашнего дня, начинайте делать завтрак номер 1 из моего видео, потом номер 2, 3, 4 и так далее. Отмечайте обязательно меня в сторис в инстаграме, я буду вас перепостить к себе. И перед началом этого видео я хочу сказать, что снимаю я видео совместно с моим любимейшим магазином онлайн-эко-маркетом ForFresh. Я думаю, вы уже о нем наслушаны, потому что, мне кажется, мы скупили там все. Все, что я сейчас вижу даже, это с ForFresh. Масло с ForFresh, семена эти с ForFresh, специи я заказала на ForFresh. Зелень. Зелень не с ForFresh, честно. Покупочие фрукты мы там не заказываем. Зато вот, пожалуйста, доски с ForFresh. Это я сейчас не специально все поставила. У нас на балконе куча коробок. Мы наперед, не для карантина, а просто наперед, это очень удобно, закупаемся крупами, гранолой, самыми разными такими продуктами, которые не портятся долго, и все это мы заказываем на ForFresh. Особенно сейчас, так как никогда актуально, чтобы как можно реже ходить в местные супермаркеты. Да и более того, таких продуктов вы в этих супермаркетах обычных привычных не найдете, поверьте. Самое приятное, что ForFresh не повышают прямо сейчас цены, как это делают многие, между прочим, это очень ценно. И у них суперская доставка в Москву, Санкт-Петербург буквально за один день. Чаще всего доставка обходится абсолютно бесплатно. Так что все продукты из этого видео, ну кроме действительно вообще фруктов, у меня именно с ForFresh. Я очень хочу, ребят, поддержать и вас познакомить с безумно классным сайтом, с безумно классным магазином. Потому что мне кажется, те, кто однажды наткнется на ForFresh, больше с ним не попрощаются. Начинаем наши завтраки. Единственный важный, очень приятный момент, который нужно сказать. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать условия конкурса. Обязательно, конечно же, в этом видео, как и во всех остальных, у нас будет конкурс. Но этот конкурс, поверьте, особенный. Потому что, если я обычно разыгрываю буквально пару средств, и они из категории бьюти, то сейчас у нас как бы сегодня кулинарное шоу, я на кухне нахожусь. Поэтому я разыграю целый набор из 15 продуктов. Это будет мой выбор. Я лично выбрала все эти 15 товаров для победительницы. Досмотрите до конца, не пожалеете. Для первого завтрака нам понадобится хлеб, оливковое масло, авокадо, огурец и зелень. Первым делом режем хлеб и отправляем его в тостер. Можно обжарить на сухой сковородке, а можно вообще пропустить этот пункт. Далее режем авокадо. Важный момент, ешьте только спелый авокадо. Он должен быть в меру мягким при нажатии, не твердым. Авокадо удобно резать сначала пополам, извлекать косточку и резать каждую половинку на дольки. Затем ложкой извлекать всю мякость. Тосты готовы. Польем их немного оливковым маслом. Можно использовать для этой цели творожный сыр или вообще ничего не намазывать для хлеба. Сверху выкладываем только авокадо, огурца и зелень. Я всегда в готовке использую семена кунжута, льна, чия. И раньше режала их по разным баночкам и пакетикам, но потом нашла готовую удобную смесь. Это и красиво, и полезно. Ну что, а наш завтрак идеально дополнит кружечка вашего любимого чая. У меня это гречишный. И приятного аппетита! Для второго завтрака нам понадобится яблоко, банан, арахисовая паста, простой йогурт и семена чия. Семена чия не обязательно, но с ними завтрак будет в разы полезнее, а чувство сытости будет дольше. Поэтому если есть семена, то с вечера засыпьте 1 столовую ложку семян в ваш йогурт. Я использую термостатный, без компонентов. Можно их добавить и прямо перед приемом пищи, но лучше, чтобы они успели немного разбухнуть. Ну и самое простое и вкусное, на кусочки яблока и банана намазать арахисовую пасту. Вкусно, полезно, прекрасно. Этот рецепт вообще халтура, но я не могла без него обойтись, если уж мы говорим о простых завтраках. И счастье этого рецепта в том, что тут нет рецепта. Вам ничего не надо делать. Закинул пакетик в кипяток и ушел на 15 минут делать уход, собираться, краситься или вообще досыпать, если не воспалить. Моя любимая крупа гречневая, поэтому покажу на ее примере. Я лично добавляю в кашу сливочное масло и тертый сыр. Посмотрите, как он красиво и вкусно плавится при размешивании. Ну, без семян я никак не могу, конечно, поэтому их добавляю тоже. Сытно, полезно и очень вкусно. А с сыром даже соли не надо. Для следующего завтрака нам понадобится творог, йогурт, любимые фрукты и орехи. Режем фрукты на кусочки. Смешиваем творог с йогуртом и красиво выкладываем фрукты и орехи. Красиво это очень важный момент, поверьте. Я добавляю пекан и фундук. Кстати, с недавних пор перед употреблением вымачиваю все орехи 4-6 часов. Дело в том, что орехи содержат довольно большое количество фитиновой кислоты, которые затрудняют процесс переваривания пищи. После замачивания орехи усваиваются гораздо лучше, а питательные вещества и витамины проникают в кровь вдвое быстрее. Для этого завтрака нам понадобится 1 киви, 1 банан, 30 г овсяных хлопьев, 250 мл молока, я взяла не коровье, а овсяное молоко, и 30 г семян льна. Можно и без них, но с ними будет намного полезнее. Рецепт прост, смешать все ингредиенты и наслаждаться вкусным и полезным смузи, который насытит ваш организм на долгое время. Сейчас я поделюсь с вами любимым завтраком Дениса. Это яичница, но не простая, как вы можете догадаться, а с изюминками. Для нее нам понадобится 2 яйца, перец, помидоры и зелень. Первым делом мелко нарежем овощи и зелень. На разогретую сковородку наливаем небольшое количество масла и сначала немного тушим овощи. Через пару минут разбиваем сковородку яйца и тут важный момент. Если хотите, чтобы белки приготовились, а желтки остались жидкими, нужно распределить белки максимально по сковородке. Можно это сделать с помощью ножа или вилки. Жарим до их готовности. Перчим. И если у вас сковородка с антипригарным покрытием, то аккуратно будто выливаем яичницу на тарелку. Тут важно терпение, потому что будет казаться, что она вот-вот перевернется и желтки выльются. Но если все делать очень медленно, яичница останется целой и невредимой. Кстати, если вы не едите яйца, то все то же самое можно сделать с тофу. Я себе, например, делаю именно такую яичницу. Получается очень вкусно и, конечно же, полезно. Ну и расслабимся напоследок. Завтрак, для которого нужно всего два ингредиента. Молоко. Можно взять коровье. Я пью, например, на растительном молоке, видов которой великое множество. И второй ингредиент – гранола. Их на Фо Фрэш, кстати, тоже очень много. Смешиваем одно с другим, и вы великолепны. Завтрак готов. Я безумно жду вашего мнения, вашей реакции, потому что, по-моему, это первое такое основательное видео, именно кулинарное, да, где я показываю так много рецептов. Скажите, пожалуйста, как вам вообще, как вам формат, как вам подача, как вам сами рецепты, будете ли вы их готовить. Вы знаете, что я в последнее время ударилась очень сильно в готовку, поэтому, если вам хочется целую рубрику на канале об этом, может быть, какие-нибудь сладкие, но тем не менее полезные вкусняшки без сахара, которые можно сделать самим дома. Только что придумала идею для видео, например. В общем, дайте мне знать. Ну и переходим к конкурсу. Знаете, я даже вам перечислю, перечислю, что вас ждет, если вы поучаствуете в этом конкурсе. Эко-сумка шопперс, в которой можно будет ходить в магазин, не использовать пластиковые пакеты. Если кто-нибудь до сих пор покупает пластиковые пакеты, их использует, то переставайте. Переходи на зеленый, как говорится. Мы уже довольно-давно взяли себя в привычку, и очень рады этой привычке, потому что были еще, знаете, переходные недели, так сказать, когда мы забывали брать с собой пакеты, приходилось, например, в магазине покупать пакет или напихивать себе в карманы, да, лишь бы не покупать пакет, потому что, ну зачем, зачем? Куда потом эти пакеты? Они хранятся пакет в пакете, пакет в пакете. А сколько пластика тратится, понимаете, да? Так что сумка шоппер с безумно крутой надписью «У нас нет второй планеты». И в эту сумку я положила кучу вкусняшек. Помимо продуктов этой сумки будут еще эко-мешочки, фруктовки, так сказать, которые вы можете использовать, когда идете в супермаркет и покупаете, там, на развес, например, яблоки, бананы, и вам нужно это в какие-то пакеты складывать, а чаще всего берут пластиковые пакеты, потом их дома так выбрасывают или что с ними делать, я даже не знаю, куда столько пакетов. И можно использовать эти фруктовки просто до бесконечности, конечно же, стирать их. Также безумно классная вещь, это многоразовые бахилы, чтобы точно так же каждый раз не тратить. Пластиковые бахилы в заведениях, их тоже можно абсолютно спокойно стирать и все. Ну и куча вкусняшек, всякие орехи, пеканы, как вы понимаете, не могла не положить. Гранола, батончики, самые просто топ для меня, для моей готовки. То, что я использую каждый день у себя на кухне, у себя дома, на прогулке. Какая прогулка, Саша, сиди дома, ты на карантине. Случайно, выскочила. Красотки, я надеюсь, что видео вам понравилось. Еще раз напомню, что ForFresh, мои любимые друзья, просто сердечно их обожаю и люблю. И ссылка на них, конечно же, будет в описании. Ну и вам приятной, вкусной следующей недели. Я вас очень сильно люблю и улыбайтесь чаще. А пока можете посмотреть мои предыдущие видео и подписаться на мой канал, конечно же.